Здравствуйте, с вами Игорь Форбитник и у нас сегодня очередной июньский дневник стройки. В данный момент мы находимся уже непосредственно в нашем объекте. Это двухкомнатная квартира, в которой сегодня расположен шоу-рум. Но, тем не менее, у вас есть возможность поглядеть, насколько панорамные шикарные окна, насколько зелено за окном, насколько светлая, красивая эта комната. Я сам максимально здесь вот прямо вот нахожусь в ней и не хочу уходить, так она такая притягательная. Вот, то есть уже у нас переехали все сотрудники, мы снесли на старый офис. Сейчас пока временно здесь находимся, но у нас строится наш офис. Отсюда видно бассейны и видно наш парк. И мы уже начали строить отсюда, видно вон земля, мы начали строить второй парк. Также я сейчас пройдем, покажу по территории, что происходит на каждом этаже. Здесь вы можете наблюдать, насколько, я бы сказал, красивый коридор, светленький такой у нас свет. Свет, дизайнерские двери, вот, выполнены вот с таким вот обводом. Все это отделочные материалы, они очень качественные, сейчас я не буду там на них зацикливаться. В общем, вот в целом вот так выглядит коридор, но он тоже до конца не закончен, тоже еще будут какие-то дизайнерские элементы. Вот так выглядит наша лестничная площадка, но она будет еще украшаться, но, так скажем, это в таком, в первом варианте, чтобы вам можно было ее показать. Сейчас у нас здесь офис, чтобы было чисто все и красиво, но она будет еще какими-то элементами дизайнерскими украшаться. Какие-то картины, там, какие-то решетки и так далее. Ну, на этом все, пойдемте посмотрим, что происходит на непосредственной настройке. Обратите внимание, вот это вот лестничный проем, какие большие панорамные окна у нас даже на лестничных проемах. Правда, приходится с ними повозиться, потрудиться, чтобы довести это сюда до ума, что называется. Но вот в законченном виде вот такая вот, примерно так вот оно выглядит. Значит, несколько слов о качестве наших стекол. Вот здесь очень удобно показать, насколько они толстые. Вот здесь 12 миллиметров, это триплекс. Я вам честно скажу, что по сегодняшним ценам они подорожали ровно в два раза. Сегодня были окончики, то есть, если бы сегодня закупать, я бы, наверное, уже, ну, у меня бы не хватило ни сил, ни, я не знаю, возможностей закупить такие. Но в данном случае это все уже непосредственно на объекте. И давайте пройдем, посмотрим, как они выглядят. Вот сейчас я вам хочу показать, как это выглядит в объеме. Они здесь так называемые бесшовные, то есть, здесь нету каркаса алюминиевого, поэтому выглядят как будто сплошные. С этой стороны прекрасно все видно, с улицы, скажем так, почти что не видно. И вот такой прекрасный вид на наш парк. Ну что ж, пойдемте дальше. Значит, мы сейчас находимся на шестом этаже. Крылья уже все у нас закончены, отделочные работы. Мы приступили к центру. Так называемый пентхаус. В данном случае идет обшивка. И пойдемте, я вам покажу, укладка кафеля. Но кафель не такой необычный, а кафель специальный. Пойдемте посмотрим. В чем разница кафеля? Этот кафель метр двадцать на шестьсот. То есть, он в два раза больше того, который у нас укладывается по крыльям. И он вот такой красавец матовый. У него даже есть рисунок, который мы можем поглядеть. Вот здесь уже уложили. И они сразу дают такой эффект роскоши и вот такого качества. А для сравнения я вам сейчас покажу, как выглядит шестьсот на шестьсот. Давайте пройдем в соседнюю комнату. Вот здесь наша стандартная плитка, которым, в принципе, весь проект, помимо носовой части, это шестьсот на шестьсот. Она тоже прекрасная, красивая. Но если сравнивать с той, конечно, разница большая. Особенно огромная разница в деньгах. Там в четыре раза дороже. Но, тем не менее, она тоже великолепно смотрится. И не поспоришь. Пойдемте. То есть, можно заснять, как тут все идет. Вот отсюда открывается изумительный вид на наши озера, на вот это панорамное стекло. Здесь оно смотрится особенно шикарно. И вот этот большой балкон. Это одна из главных спальн в нашем пентхаусе. То есть, у нас спальни две. С той стороны и с этой. То есть, владелец может выбрать, где ему более комфортно с точки зрения вида, солнца. И он может выбрать себе главную комнату. Но это вот наше предложение. Есть такие комнаты в этом пентхаусе две. То есть, с этой стороны и с другой. Ну, здесь, конечно, обзор просто умопомрачительный. Так, везде идет полным ходом укладка кафеля. Видно, уже проведены все провода. Трубы, вставлены окна, идет кафель. И в ближайшее будущее будем обделывать стены. Надеюсь, к октябрю отделочные работы мы закончим. Сложно, намного сложнее укладывать эту большую плитку. Поэтому вот специальные вот такие прищепки. И мы сюда уже самых таких опытных специалистов, лучших, чтобы ее не попортить. Так, сейчас мы находимся на седьмом этаже. Это наш главный пентхаус. Здесь уже мы закончили электрооборудование, сантехнику. И в данный момент, вы видите, ребята, очень много ребят. Пройдемте, я покажу. Доводят, то есть идет доводка окон. Это очень сложный процесс, потому что окна большие. Надо выставить идеально чуть ли миллиметр-миллиметр. Вот эти ребята, они укладывают, уже проводкой занимаются нашего кондиционера. Вот здесь будет 7 кондиционеров в этой квартире. Огромное количество. Вот в данный момент проводят электрооборудование. И такая медная трубка с фреоном, которая, ну, для того, чтобы для подключения компрессоров. Вот это последний штрих перед отделкой. Вот с этой квартиры есть частичный вид на море. Вот эта голубая полоса, это вид на море. А также на эту вот зеленую огромную лужайку с буйваным. Поглядите, вон они в лужах купаются. И вот этот вот горный массив. Прекрасный. Он, понимаете, он очень важен. Для чего? То есть есть морской воздух и тот, который стекает с гор. Они замешиваются. Этот сверху стекает, тот снизу. И получается такой воздушный коктейль, который очень полезен для человека, для дыхательных путей. Это очень важно. Мы сегодня все постковидные. У нас у всех там, кто переболел, частично есть какие-то осложнения с легкими. У кого-то меньше, больше. Поэтому вот такой горно-морской воздух, он очень полезен. Кстати, точно такой же в Сочи, на Кавказе. И вот у нас здесь последние штрихи. Мы вводим дренаж. То есть, поглядите, какие крупные бетонные кольца. А вот там вот идет канал городской. То есть, вот настолько много дождей. Вот такими по всему периметру у нас уложены вот эти трубы. И вот окончательно они выходят вот в этот канал. И по каналу это все идет в очистительность. Мы сейчас находимся на крыше, на восьмом этаже. И самое главное, я вам хочу показать масштаб вот этой нашей развлекательной зоны. Вот в данном случае мы находимся в баре. В барной зоне. То есть, здесь вы можете после того, как вы искупались в бассейне, уже можно пройти, поглядеть, насколько чистая и прекрасная вода. Чистая и теплая. Но она не будет сильно нагреваться, потому что основной водный танк у нас находится под бассейном. И она циркулирует. Поэтому горячая она не будет. Но теплая 100% и чистая. Но самое главное, вот если нам оператор покажет, вот с этой точки, с воды на море. Поглядите, какой вид переходит с воды на море и на хвою. Ну вот это вот, наверное, самое такое вот красивое зрелище. Которым можно любоваться бесконечно. Сейчас мы видим, происходит капитальный монтаж наших лифтов. Здесь уже вставлены все окна. Здесь будет 7 огромных кондиционеров. Я думаю, здесь будет комфортабельно находиться одновременно, ну, свыше 100 человек. Что я хотел показать нашу изюминку, это мы уже запустили, подключили наш экран. Вот такой экран, где будут демонстрироваться концерты, какое-то кино, развлечения и так далее. Поглядите, какое красивое ограждение. И помимо того, что оно красивое, оно очень безопасное. Потому что этот триплекс, я вот попрошу показать, это два стекла по 6 мм. То есть вот такое толстое 12-мм стекло. Такие же стекла устанавливаются в автомобилях, лобовые стекла, они абсолютно безопасные. Ну, это, то есть, лучшее, что есть на рынке. И вот такие красивые, значит, вот, я бы сказал, даже дизайнерские вот такие стойки. Это кухня. Кухня будет, отдельный лифт будет специально снизу. Сегодня мы пойдем, я вам покажу нашу, так скажем, фабрику, где будет полуфабрикаты, продукты, салаты. Все готовится сюда подниматься, и здесь уже будет раздаточная зона, то есть ресторан с раздачей. И немаловажный фактор, обратите внимание, справа и слева, это туалеты. То есть человек, понятно, никуда ему не надо бегать. Все услуги прямо здесь. Мы находимся в женском туалете, в большом просторном. Здесь будет зеркало, умывальники и вот четыре отдельных кабинки. Я думаю, это очень необходимый элемент для того, чтобы, понятно, когда жара, ты очень много потребляешь воды, там, пива, влаги. Ну и, значит, мы были в женском туалете, с другой стороны морской. Но вот здесь, вблизи, обратите внимание, насколько огромный экран. Он просто огромный. Поэтому людям будет сдалека прекрасно видно. И самое главное, что я хочу сказать, что в эту сторону у нас закат. То есть можно с пяти до шести, там уже становится не жарко, уже можно находиться в той зоне, в этой и любоваться закатом. Офис, здесь будет персонал находиться. Здесь же будет подстанция, генератор, трансформатор и обслуживающий персонал нашего комплекса. А внизу вот это огромное, это будет все перекрываться. Это цех по производству продуктов для ресторанов. То есть там будет все это готовиться, там склады. Вот этот пищевой комбинат внизу, то есть это все будет перекрыто. И внизу еще прям под зданием будут находиться очень много холодильников, цехов. Здесь будет находиться кондитерская фабрика. И будет установлен грузовой лифт, который будет подавать наверх на восьмой этаж. Все здесь, обратите внимание, роется, строится, заливается, то есть гудит. Я думаю, если мы будем продолжать вот такими хорошими темпами, должны сдать строй. Ну, во всяком случае, вы видите, работы идут интенсивно, в большом объеме. Техника и люди, все работает, все кипит. Вот, на этом я хочу с вами попрощаться до следующего нашего дневника. Также у нас еще остались квартиры в этом комплексе. И в ближайшее будущее мы начинаем строительство вилл прямо вот здесь, за нашим домом. Поэтому пишите, звоните. Мы рады любым обсуждениям, даже, так сказать, и вашим пожеланиям. Всего вам хорошего. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok